Ушел из жизни украинский пилот Леонид Кровец, командир того самого вертолета, с борта которого была сделана видеосъемка, место, где произошла Ходжалинская резня. Он стал первым пилотом, который сообщил официальному Баку о геноциде, учиненного армянскими вооруженными бандформированиями, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. А через два дня Кровец доставил национального героя Азербайджана, журналиста Чингиза Мустафаева и военных на место трагедии. Такого количества, ну, то есть, в это невозможно было поверить, что в одном месте, где-то, ну, расстояние метров 700 километров, вот такая просто полоса трупов, то есть такое поле мертвых людей. Снизившись на высоту 150-200 метров, мы увидели людей, которые ходили добивать людей, то есть эти люди еще были живы, то есть это я могу засвидетельствовать. В военной форме бородатые мужчины, в общем-то, с автоматами ходили и, в общем-то, эти трупы, в общем-то, переворачивали. В своих интервью Леонид Кровец не раз рассказывал о чудовищной трагедии, о том, что армяне атаковали хоть жалы с трех сторон, а одну оставили якобы для выхода мирного населения. Но перед этим они расставили пулеметные точки, с которых расстреливались шедшие со стороны города жители. Люди попали в ловушку, и шансов на спасение у них не было. Это была чудовищная массовая бойня, четко спланированная акция. Я не могу объяснить вот это чудовищное преступление, зачем надо было убивать именно людей, которые понимали, что хаджалы уже нет стоять. И они шли ночью, мороз через горы, в темноте, женщины, дети, причем там дети были и грудные, и 3-4 годика. И их просто расстреливали в упор, потому что были детские трупы, в которых найдилось 10, 15, 30 пуль. В 2016 году Леонид Кровец принял участие в съемках фильма «Пилот, видевший ад» об ужасах хаджалинского геноцида. Фильм был подготовлен объединенной диаспорой азербайджанцев Украины по инициативе Лейлы Алиевой в рамках программы «Справедливость для хаджалы» и показан перед большой аудиторией в Москве и Киеве. Президент Ильхам Алиев наградил его медалью «Прогресс». Никогда азербайджанцы не простят ни в одном поколении трагедию хаджалы. Это невозможно. Героический летчик Леонид Кровец, сыгравший исключительную роль в видеосъемке ужасов, ходжалинского геноцида, эвакуации мирных жителей, а также в доведении до мира правды о Карабахском конфликте, скончался от продолжительной болезни. Герой, спасший жизни тысяч людей, навсегда останется в памяти азербайджанского народа.